С вами программа модернизации Казахстана, созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! И тема нашей программы сегодня – государственная служба, госслужащие как лицо государства, формирование государственного аппарата. Государственная служба – это деятельность госслужащих в госорганах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной власти. Формирование и укрепление позитивного имиджа госслужащего республики является одним из приоритетных направлений в развитии госсистемы. Каждый человек, находящийся на государственной службе, должен осознавать всю значимость своей работы, понимать и со всей ответственностью принять то, что он встал на путь служения народу. Он должен быть истинным патриотом республики, быть справедливым, преданным своему делу. А еще компетентность – это неотъемлемая черта высокого стиля руководства. Именно это ожидает общество от современной государственной службы. И, как сказал наш президент, результаты, которыми гордится сегодня Казахстан, достигнуты благодаря труду и государственных служащих. О том, что собой представляет современный госслужащий, о кодексе чести и о том, какие предъявляются требования к будущим госслужащим, рассказал Мирбулат Сиёвич Нуртазин, заместитель руководителя Департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции по нашей области. Мирбулат Сиёвич, но все-таки каким должен быть современный госслужащий? Давайте нарисуем его образный портрет. Сравнить современного госслужащего с теми госслужащими, которые работали, например, лет 10-15 назад, сейчас очень сложно, так как время меняется, новые вызовы, страна движется вперед и возникает такая сфера, когда просто неподготовленные, не имеющие опыта, не прошедшие определенные этапы деятельности в государственных органах людей сложно ориентироваться в современных условиях, когда и информационные потоки сейчас очень расширены, и доступ к информации у широких слоев населения и граждан имеется. Поэтому госслужащий, он во всем приведен как бы определенные рамки по своей профессиональной компетентности, по своему поведению и соблюдению этических норм. И определенные навыки у госслужащих должны быть в обязательном порядке по работе с гражданами. Вот эти моменты сейчас конкретизированы во всех имеющихся у нас нормативных правовых актах, касающихся деятельности трудовых отношений госслужащего в нормативных актах по государственной службе и о нормативных актах по принятой, по противодействию коррупции. Особенно эти моменты у нас везде есть определенные требования. Конечно, для госслужащего сейчас очень много выставленных ограничений в законодательной парадике. Он не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, он не имеет права вмешиваться в бизнес и иметь свои там какие-то определенные влияния в бизнесе. То есть конфликт интересов сейчас есть такое понятие, где работая на госслужбе, он не должен в работе с другими структурами, коммерческими, либо другими квази-государственным сектором, например, он не должен, чтобы проявилась какая-нибудь интереса человека в том, чтобы для личных выгод этого госслужащего. Поэтому сейчас во всех отношениях госслужащий как бы регламентирован, можно сказать. Была проведена реформа от госслужбы, и ранее были такие вот принятые шаги, чтобы деятельность госслужащего, как вы сказали, была строго разграничена все-таки. Но все-таки госслужащий и госслужба, они навлекают на себя большую ответственность. Госслужащий – это прежде всего лицо государства, как мы говорим. Госслужащий – это чиновник, потому что в понятии вот у населения чиновник – это значит лицо, облеченное властью, определенными обязанностями, которые должны народу помогать. У чиновников много сейчас обязанностей. Вот по сравнению, если сравнить немножко на заре независимости, вот 10-15 лет назад, как вы сказали, 20 лет даже назад, какой сейчас современный чиновник? Да. Но больше обязанностей стало у него. Проводимая в стране поэтахная реформа охватывает определенные циклы времени. Например, 1995 год, когда создавался у нас первое время создания государственных органов, и появился термин государственных служащих, были определены указом президента, имеющего силы закона, его обязанности, статус госслужащего, его трудовые отношения были регламентированы. Ну, это было всего лишь начало, потому что в 1998 году уже было создано агентство по делам госслужбы, и ему дало, этому агентству дано было задание главой государства разработать закон о государственной службе. Вот через два года этот закон вышел, в 2000 году уже новый этап начался, когда заработал именно закон о государственной службе. Потом в него вносились опять же изменения поэтапно в 2003 году, в 2005 году. Ну, а в 2011 году был указом президента утвержден концепция новой модели государственной службы, которая коренным образом как бы внесла, внесло изменения в именно государственный аппарат, его функции были конкретизированы по многим направлениям, в том числе вот именно ранжирование госслужащих по ступеням. Как бы не все находятся в одном, например, в одной плоскости, а есть определенные уровни должностей государственных служащих. У нас были до этого только политические и административные государственные службы. После этого политические службы на ходе реализации данных реформ восемь раз были сокращены должности политических госслужащих и появилось вот разделение административной государственной службы на два корпуса. Это корпус Б, это основные работники, большинство работников сейчас находится в корпусе Б, а есть определенный уровень, выше которого корпуса Б, это корпус А. В нем находятся именно должности государственных служб, которые проводят как бы политикоопределяющие моменты в каждом регионе, должность, на которую возлагается определенная ответственность и функции руководства крупными стратегическими планами действия государства. Для этого создан был корпус А. Для него принимаются специальные квалификационные требования, были приняты, проводятся по решению президента конкурсы на эти должности и проходят определенные этапы этих конкурсов. А как туда попасть? Туда попадают госслужащие, могут попасть служащие в Азию государственного сектора, представители бизнеса могут туда попасть, если они соответствуют квалификационным требованиям по образованию, по стажу работы, по специальности. Это определяется именно в конкурсационных требованиях. Когда объявляется конкурс, они имеют право подать документы в комиссию, которая создается при агентстве по делам госслужбы против коррупции. Комиссия рассматривает и если по конкурсационным требованиям подходит то или иной кандидат, то ему разрешается участвовать в этом конкурсе. Первый этап, который у конкурса, это специальные экзамены по тестированию на знания законодательства Республики Казахстан, КАЗ-тест, тест на компетенцию и другие виды тестов. Если он успешно это преодолевает, то он участвует в собеседовании, которое проводится на областном уровне при Акимате области, есть комиссии по кадровой работе. И второй этап, это уже высшие, это комиссия при президенте, называется национальная кадровая комиссия. Там проходит собеседование, если рекомендацию получит этой комиссии, то агентство ставит такого кандидата в приказом председателя в резерв. В течение двух лет он стоит в резерве и с этого резерва его и назначают. А каким еще должен быть молодой специалист, выходя из стен ВОЗа, будущие государственные служащие, по вашему мнению? Да, это, конечно, очень такой актуальный вопрос, в том плане, что мы на той неделе только провели конференцию научно-практические по подготовке кадров государственной службы, партнерства и практик ориентированности назывался. И там выступали наши представители университетов, мы со своей стороны, которые работаем уже на государственной службе, мы тоже свои здесь выдвигали проблемы и актуальность этого мы там обозначили. Есть проблемы подготовки, потому что теория и практика во многих случаях они как бы… Разнятся, да? Да, разнятся и взаимодействие в этом плане очень трудно, так как ВОЗы своими делами занимаются, государственные органы, у них свои функции, которые от имени государства выполняют, у них времени нет на то, чтобы уделять внимание, как готовятся эти кадры, какие кадры нужны. Здесь как бы есть точки соприкосновения, но их надо обязательно всегда будировать, проводить встречи, проблемы все время выносить, чтобы открыто обсуждалось это в обществе и в среде экспертов. Поэтому сейчас подготовленных как бы на 100% с ВУЗов кадры не поступают именно в государственные органы. Их там приходится потом еще доподготавливать, еще переподготовить, как бы проводить с ними. Потому что теория есть теория. ВУЗ не всегда может пригласить к себе практикующих, госслужащих, и поэтому этот вопрос очень сложный. Ну, приходя в государственный орган, бывшие выпускники, конечно же, все-таки стараются, чтобы быть на волне, быть подготовленными и показывать свои знания. Ну, опыта сразу не приходит, с годами. То есть, поэтому и сразу поступившие госслужащие, они не смогут овладеть теми навыками и умениями, которые имеет уже опытный госслужащий. Однако, есть у нас, как бы, институт наставника. Есть для этого специально агентством изданы положения о наставниках. Эти наставники, государственный орган, когда приходит молодой человек, он трудоустраивается на конкурс на основе, сразу же к нему назначается, как бы, прикрепляется наставник. И этот наставник в течение трех месяцев, потом еще дополнительно трех месяцев, возможно, если нужно, опекает молодого человека, помогает ему адаптироваться в этом госоргане и делится своим опытом. Личные навыки госслужащего проверяются постоянно. В первую очередь, это его профессиональная подготовность и соответствие его занимаемой должности. Он соответствует или нет, это должно быть регулярно проводиться. Раньше она проводилась, как бы, у нас аттестация регулярная в течение каждые три года. Через каждые три года госслужащий должен был пройти аттестацию. И, проходя эту аттестацию, он доказывал, соответствует ли он этой должности, имеет ли он профессиональные навыки, которые требуются на данный момент, с сегодняшним требованием. Вот это все проводилось. Теперь вот сейчас по новой реформе, институциональной реформе, в которой президент объявил первые 15 шагов из 100 шагов нации, которые именно касаются деятельности государственной службы. И вот 15-й шаг касается аттестации госслужащих. В этом году, вот сейчас, в первом полугодии, завершается комплексная аттестация госслужащих. В нем, что вы говорите о каст-тесте, там нет в программе, однако там комплексная аттестация, это само понятие такое, что госслужащий проверяется по всем статьям, то есть по всем направлениям деятельности. Поставлены один из критериев знаний госслужащих, инициативность, принятие решений, умение работать с гражданами, как он противостоит коррупции, и как он совершенствует свое образование, и так далее, и так далее. Очень много моментов, когда госслужащих проверяли на эти критерии. Ну, есть, конечно, те, кто не смогли пройти этот этап. У нас недавно руководитель провел брифинг по аттестации, там были озвучены цифры. То есть проверка госслужащих, она происходит регулярно. Ну, а что касается КАСТ-тестов, сейчас тоже именно по линии агентства ставится вопрос, чтобы госслужащий прошел именно КАСТ-тест и доказал свои знания государственного языка именно посредством требований КАСТ-теста. Поэтому именно по языковым требованиям госслужащие всегда подвержены к проверке. Вот наш президент сказал, что госслужащие – это лицо государства. А какое у вас будет пожелание молодым госслужащим? Может, на путствие какое-то? Да, действительно, сейчас глава государства всегда, не только сейчас, он всегда уделял очень пристальное внимание государственному аппарату. Потому что государственный аппарат в понятии должно быть таком. Он стоит между государством и населением. Он связующее звено. Поэтому, когда сильный государственный аппарат, и государство будет сильным, и население будет защищено. Государственное служащие всегда через государственное служащие, через госаппарат государство держится. На этом-то и держится госаппарат. Это силовые органы, правоохранительные органы, административная госслужба, политическая госслужба. Управляет и страной, и социальной сферой, экономикой управляется. Много секторов госаппарата, которые именно напрямую участвуют в управлении экономической сферой. Так что везде задействованы госслужащие. Поэтому статус госслужащего отдельно и стоит выше, чем просто любой профессии, любой специальности. Он должен держать высокую планку, быть этичным, быть профессиональным, быть компетентным, быть ответственным. Главным препятствием роста статуса казахского языка является недостаточное применение госслужащими. Об этом говорят языковеды. Чтобы взять человека на госслужбу, мы всегда обращаем внимание на то, как он знает компьютер и свое дело, и законы, но не обращаем часто внимания на то, как он знает свой язык. Между тем, как бы в подтверждение слов, говорит тот фактор, что только полпроцента госслужащих Мангистау, например, отлично владеет казахским языком. В 2016 году 1754 госслужащих и сотрудников организаций по предоставлению госуслуг прошли в Мангистау диагностическое и сертификационное тестирование посредством программы КАСТЕСТ для определения уровня знания госязыка. Как оказалось, половина тестируемых имеет только элементарный и базовый уровень. По итогам теста из 1754 госслужащих и сотрудников вышеуказанных организаций, половина владеют госязыком на уровне только базового. 593 человека из общего количества имеют средний уровень, 240 выше среднего и только 9 человек из всех показали высший уровень. Надо заметить, что это 9 человек из 1754. В 2014-2015 годах их было всего 6 человек. В других областях ситуация немного лучше. К примеру, в Южно-Казахстанской области за три дня тестирования на знания казахского в 2017 году участие приняли более 600 специалистов. Каждый работник должен был показать свои знания, однако к тем, кто не набирал проходного минимума, никакие меры наказания не были приняты. Цель тестирования – определение уровня владения госязыком госслужащих и сотрудников бюджетной сферы. Данное мероприятие всегда проводится в целях реализации задач госпрограммы «Функционирование и развитие языков». В Карагандинской области также прошло тестирование по программе «Кастест». Проверку уровня знания казахского языка проходили госслужащие города – пожарные, полицейские, педагоги и другие. Всего 180 человек. Там местные власти держат под контролем языковой вопрос. Программа «Развитие и функционирование языков» является одной из десяти госпрограмм, реализация которых находится на особом контроле. Это непростой вопрос, говорит руководство, так как он затрагивает интересы каждого гражданина. Здесь нужно усилить разъяснительную работу среди населения, предусмотреть стимулирующие факторы, чтобы заинтересовать в изучении языка. Об этом говорил и глава региона. Он поручил акимам городов и районов, руководителям областных структур, ректорам вузов разработать график сдачи тестов на знание госязыка по системе ГУКОСТЕС на 16-20-е годы госслужащими и сотрудниками организации, которые предоставляют госуслуги, а также обеспечить его выполнение. Среди государственных служащих аппарата Акима города мы отобрали самых лучших, можно сказать, сотрудников, которые смогли бы участвовать в следующих турах. Хорошим стимулом для пропаганды казахского среди госслужащих и других специалистов могут послужить конкурсы и разные мероприятия, говорят эксперты. О казахском обычае Йенши рассказывает экономист городского отдела занятости социальных программ. Говорит, важно не только знать традиции, но и в совершенстве владеть госязыком. На областном этапе конкурса в Петропавловске он представляет госслужащих. Сегодня у нас последний день. До этого, за два месяца мы объездили всю Карагандинскую область, все регионы, районы охватили Тимиртау. Сегодня последний у нас получается финишный тест город Тимиртау. Данный тест у нас является диагностическим. Диагностика означает определение уровня знания государственного языка по данному тексту. Разделяют взгляды этого госслужащего и остальные участники конкурса, которые приехали из районов. Все молодые госслужащие свободно владеют тремя языками. Для жюри, а это опытные филологи, должности и стаж работы специалистов никакого значения не имеют. Самое главное – это знания казахского, русского и английского языков. Первое задание – визитная карточка команды. У участников пара минут, чтобы заявить о себе. Второй этап немного сложнее. Здесь нужны красноречие и эрудиция. По картинке надо было определить казахские достопримечательности и рассказать все, что о них известно. Специалисты готовились к конкурсу около недели, повторяли историю, уточняли традиции и вспоминали обычаи казахского народа. Всего было четыре задания, и особое внимание члены жюри уделяли культуре речи, правильному произношению и полноте ответов. Так организаторы стремились повысить уровень знания госязыка у населения и, в первую очередь, у госслужащих, которые оказывают этому населению услуги, напрямую общаются с гражданами нашей республики и показывают свой уровень владения госязыком, а также показывают пример другим. С вами была программа модернизации Казахстана, созданная при поддержке областного управления по развитию языков. И сегодня мы говорили о государственной службе. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok